По официальным данным в Бресте на 1 января 2023 года проживает 342 461 человек. Растет город. И 5000 должников за оказание услуг ЖКХ кажется совсем небольшой цифрой. А вот и нет. Сумма-то огромная. Чуть меньше полумиллиона рублей. Как ни парадоксально, но 80% от просроченной задолженности – это должники до трех месяцев. Если общее количество должников – это 5000 человек, то 4000 – это должники до трех месяцев. Остальная тысяча – это должники свыше трех месяцев. Действующим законодательством какие-то действенные прямые меры на должников до трех месяцев не предусмотрены. Поэтому специалисты предприятия применяют косвенные меры. К этим мерам относятся и обзвон неплательщиков, и рассылка уведомлений, и выставление претензий и предупреждений. Поверьте, такой либеральной системы, как у нас, когда люди могут пользоваться коммунальными услугами и за них не платить, практически нигде нет. В большинстве стран существует авансовый платеж. Не внес оплату – отключают от всего. Такая система в Великобритании, во Франции, в Германии, но самая жесткая в Латвии – отключают от услуг в холодное время года. У нас же долгое время предупреждают. За 7 месяцев текущего года специалистами предприятия было посвящено 2347 неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Было направлено 4921 смс-сообщение и набрано по телефону должников столько же раз. Проинформировано на работу от 33 неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. В отдел образования проинформировано о 507 семей, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые воспитывают детей, несовершеннолетних детей. А также было направлено предупреждение и претензии 5044 о том, чтобы неплательщики в добровольном порядке погасили задолженность в жилищно-коммунальных услугах. Люди накапливают долг за коммуналку, порой не задумываясь, что оплатить его будет вдвойне тяжелее. И на претензии специалистов ЖЭСов, которые регулярно обходят квартиры неплательщиков, следуют очень похожие ответы. Не работаю, нет денег, нечем платить. Это если отвечают, если соизволят открыть дверь. Чаще всего специалист оставляет уведомления. Сначала мы должны уведомить должника, что у него имеется задолженность. И в случае непогашения будут предприниматься соответствующие меры. Об этих мерах и гласит вот это предупреждение. Какая сумма, в течение какого времени он должен погасить ее. И в случае неоплаты будет оформлена исполнительная надпись нотариусам о взыскании принудительной задолженности. А какая задолженность у этого квартиросъемщика? У этого квартиросъемщика задолженность основная 142,63 рубля, но пеня у него уже 300 рублей. Владелец данной квартиры одинок, не работает и любит злоупотребить крепкими напитками. Стандартная ситуация для неплательщиков. Но есть и другие ситуации. Квартиросъемщик оставил жилплощадь родственнику, уехал за границу. Недееспособные граждане, проживающие в учреждениях соцобслуживания. Есть и еще одна ситуация, когда после смерти собственника в нотариальной конторе открывается наследственное дело, однако наследники не вступают в права наследования, коммуналка растет и ляжет долг впоследствии на кошелек наследователя. Эти граждане пропустили установленный законодательством 6-месячный срок. Для этого они должны также принести справку о последнем месте жительства. И тот, кто был зарегистрирован, я имею в виду наследник, должен доказать родство, паспорт, также собрать все необходимые сведения или нотариус запросит, и нотариус сразу выдаст свидетельство о праве на наследство. После выдачи свидетельства о праве на наследство, наследнику необходимо обратиться в соответствующий орган государственной регистрации, зарегистрировать свидетельство, и с того момента он является собственником и может владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Если долг за предоставление услуг ЖКХ превышает всемыслимые и немыслимые цифры, и это, поверьте, суммы свыше 5000 рублей основного долга без пени, тогда выносится предписание судов, и в дело вступают судебные приставы. И в этом случае человек или семья попросту могут оказаться на улице, так сказать, с вещами на выход. Специалистами предприятия было оформлено 694 исполнительных надписей на сумму 354 тысячи рублей. Также оформлено 69 исков в суд на сумму 49 тысяч рублей, удовлетворено 67 исков в суд на сумму 47 тысяч рублей. Также оформлено 54 исков в суд о выселении с занимаемого жилого помещения. Выселено две семьи с арендного жилья. Оформлено два иска в суд о понуждении собственника жилого помещения к отчуждению жилого помещения. Взыскатель, КубЖРЭУ или ЖЭСы обращаются в суд с иском о выселении граждан из жилых помещений. Суд выносит решение в случае удовлетворения иска, и на основании решения суда выдается исполнительный лист, который взыскатели предъявляют судебному исполнителю. И вы уже выезжаете по адресу? Мы работаем в рамках исполнительного производства. Мы предоставляем срок для добровольного исполнения. Если гражданин не выселяется, или гражданка в указанный срок для добровольного исполнения, тогда судебный исполнитель направляет предписание и указывает срок для принудительного исполнения. И после истечения данного срока судебный исполнитель выезжает на участок и проверяет исполнение должником решения суда. Если нет, принимаем меры принудительного исполнения. Печально, но за все приходится платить. Зачастую вот такую цену за долги – лишение жилья. По-человечески жалко оказавшихся в таком положении людей, но если сам человек не жалеет себя, ему уже ничем не поможешь. В неприятной ситуации оказались. Почему, от чего? Ничего не могло следить вам. Ну, случилось в жизни что-либо? Были, да, но не хочу говорить. Ну, а как же так? Ну, так получилось. А дальше что? Дальше будет, я думаю, все нормально. А вы работаете? Пока, вот я, после меня здесь порезали, возле общаги, вот, пока не могу. Мне сказали, два месяца как минимум. Но выселяют же вас не за два месяца. Выселяют вас, наверное, больше не платили. Это понятно. Ну, так вышло. Я ничего не могу ответить. В магазине мы всегда рассчитываемся за покупки. Оплачиваем интернет и мобильную связь. Но вот за коммуналку, считают некоторые, можно и не платить. Но нам всем нужно четко понять – оплата жилищно-коммунальных услуг является обязательной и первостепенной до 25-го числа каждого месяца. И тогда вам не будет стыдно перед самим собой, перед близкими и коллегами за то, что вы – должник.